Ну что же, меня зовут Грабджей, я из Мюнхена, мне здесь приятно с вами быть сегодня. Извините, впервые хочу сначала сказать, я хирург и в принципе я очень занят, поэтому я Наталье не вовремя передал слайды, поэтому вот у меня только на английском языке есть эти слайды. Я знаю Наталью уже, я не знаю сколько лет, сколько, 7 по крайней мере лет я уже ее знаю. Я не знаю, все ли вы знаете, но она на самом деле, Наталья, работает очень много в Европейском Клюбе для того, чтобы предоставить Украину, представить Украину. Я думаю это, и поэтому я хочу поблагодарить ее, спасибо большое, и все ее должны поблагодарить, потому что на нее ссылаются в Европейском Клубе, потому что Украина и занимает видное место вообще среди других стран член, участниц Европейского Клуба. Для меня важно это было отметить. Сейчас, теперь возвращаясь к этой презентации, вам уже предоставили первые детали, о которых я буду в своей презентации упоминать. Хочется просто сказать о том, что, кратко говоря, вот это поджелудочная железа, и в поджелудочной железе у нас очень много есть повреждений, вследствие которых есть боль, обструкция есть двенадцатиперстной кишки, а также холедоха, а также еще обструкция из-за того, что, чтобы, да, также еще камни, которые не находятся в протоке, но которые сужают этот проток, это та же проблема, с которой мы сталкиваемся, и очень много некротического фиброза, воспалительного процесса, который увеличивается, и, естественно, очень много нервных окончаний, которые приводят к панкреатическим болям, да, это очень сложная боль. Естественно, это один из основных тем, на которые мы обращаем внимание, когда у нас терапия хронического панкреатита. Спасибо профессору Хасу, который сказал, что ни блокада, так и ни стентирование не являются превосходящими по отношению к хирургии. Я хирург на самом деле, поэтому очень важно, что такие люди обращают на это внимание и говорят, отдают должное. Для того, что лучший вариант продления жизни – это хирургия. Еще об этом скажу. Пока идут у нас дебаты, все-таки лучшая терапия наших пациентов – это какая? И, наверное, в первую очередь я вам скажу всем об исследовании. Наверное, вы знаете, это было опубликовано исследование очень хорошим образом. Оно разбиралось относительно того, насколько эндоскопия и хирургия подойдет пациентам, у которых есть болезненные, обструктивные заболевания. Потому что хирургическая группа пациентов настолько преимущественно себя показывала, поэтому прекратили это исследование. Было неэтически его далее продолжать по отношению к эндоскопическим пациентам, которые переслили в хирургию. Было меньше боли, но подавляющее большинство – 22. 25%, у которых была только частичная боль, у них было лучшее здоровье. Это было очень важно для пациентов с хроническим панкреатитом, потому что они могли вернуться на свою работу, и они могли опять строиться в свою жизнь, что очень важно. Им меньше надо было находиться в больнице, и надо было меньше делать вмешательств. Поэтому хирургия лучше, чем эндоскопия. Когда вы на это посмотрите, по прошествии 5 лет, что произошло с этими пациентами, некоторые выпали из исследования, вследствие смертности, или, например, не было последующих данных, но так или иначе, у них было меньше боли, но так или иначе, 80% частичная боль, но так или иначе, 5% и 70% было меньшее количество повторных вмешательств. 47% пациентов эндоскопически требовали операции. Поэтому можно сказать, что хирургическая операция более эффективна, нежели эндоскопия, когда по прошествии длительного лечения, когда успешное лечение. Это также, это гокрановские данные, систематический обзор, можно сказать, что дренаж, нам более, сфирургический дренаж гораздо более эффективен, нежели эндоскопические терапии у пациентов, у которых хронический обструктивный панкреатит. Давайте рассмотрим эту проблему на конкретном случае, у которого пациент 44 года долгое время злоупотреблял алкоголем, у него обструкция желчных протоков с 2005 года, у него панкреатит хронический с 2001 года, а с 2005 года у него несколько раз менялись стенты в год, потом несколько раз у него были окклюзии стентов, и с 2008 года кром, значит, тромбоз вен, потом у него был металлический стент, потом пластический, в металлическом стенте, но в результате у него начался пилорический стенозис. Значит, это фотография данного пациента, как вы видите, у него закрыта эта вена, поэтому крупный воспалительный процесс, вы видите, что были венозные сочетания, и поэтому такая ситуация была, которую вы видите, что воспалительная масса была вокруг соединительных тканей, и этот пациент через 12 лет он вернулся в наше, на нашу кафедру, после хронической сделали лапаротемию, но ему нельзя было сделать резекции, потому что масса такая была, как новообразование, нельзя было ее с места, и поэтому надо было сделать вот это была проблема с этим пациентом. Пока что у нас не существует никаких данных относительно того, можно ли, например, рассматривать определенное время для проведения хирургии, поэтому у нас есть два исследования ретроспективных, оба из Германии, где они только просто рассмотрели 200, ну, 400 пациентов, именно тех пациентов, пациенты имеют меньше успеха после операции, на фоне истории хронического панкериатита, который длится более трех лет, и вот это именно было такое показание, что надо раньше делать хирургическую операцию для того, чтобы не сопротивляться боли. В Бостоне было проведено еще одно ретроспективный анализ, 66 пациентов посмотрели, это то же самое время, 26 месяцев длилось, если сравнить пациентов, те, которых провели операцию 26 месяцев до или после первоначального диагноза, то вы увидите то, что у них было больше использования опиатов, и вы увидите, что такая ситуация, когда не было боли, она была четко у тех пациентов, у которых было меньше времени для диагноза и операции, поэтому чем ранее вы делаете хирургическую операцию, тем меньше будет боли и использования опиатов. впоследствии похожее, когда коллеги из Нидерландов провели исследование, в своей стране приблизительно 300 пациентов, также у них выкристаллизовались те же самые результаты, что именно те пациенты, у которых не было боли, это именно были те пациенты, у которых за 3 года не было боли, меньше боли было, они до начала операции не использовали опиатов, у них было меньше, нежели 5 эндоскопических лечений, это обозначает, что на ранних стадиях хирургия меньше, чем 3 года после начала боли приводит к серьезным, достоверным, хорошим результатам, и систематический обзор недавно был опубликован гормарской группой, то, что на ранних стадиях хирургия приводит к лучшему исходу, мы не знаем, что такое на ранней стадии, и мы возвращаемся к Нидерландам, друзья из Нидерландов, у них очень хорошо получаются проведения исследований, они выступили с инициативой продолжения исследования, который сейчас еще длится, называется Escape, убежать исследования, для того, чтобы определить хирургию на ранних стадиях, по сравнению с оптимальной практики ведения хронического панкреатита, поэтому пациенты, у которых началось прогрессирование заболевания, когда у них была деляция панкреатического протока более 5 сантиметров, и они стали принимать опиаты, для того, чтобы лечить свою боль, поэтому исследование еще длится, и мы хотим получить эти данные, но пока относите, но пока наш вывод, не более трех лет ждите, значит, надо начинать операцию в течение трех лет, не более трех лет, поэтому приходите на прием к своему хирургу, не ждите, пока начнутся осложнения, перед консультацией своего хирурга, потому что в результате может быть серьезные интро- и переоперативные осложнения могут быть, например, когда будет гипертензия, потом еще будет заболеваемость, о которой все говорят, но если вы на ранних стадиях сделаете операцию, тогда не будет. Какие хирургическая терапия ставит перед собой цели? Обезболивание, для того, чтобы убрать стеноз и убрать камни, реконструкция прохода, возобновление прохода, а также убрать кисты, и, естественно, я полностью согласен, что здесь у нас сервиские процедуры на фоне хронического панкреатита, дренаж, резекция, а также у нас были хорошие слайды на тему, где вот это мы представили, операция по ПЕСТОВУ, когда открываются эти протоки, для того, для изучения камней, например, для того, чтобы открыть полностью поджелудочную железу, согласно Партингтону, Рошель, это женщина 43 лет, у нее была глубокая, постоянная боль, в эпигастрии, история 7 лет, консервативного лечения у нее, у нее где-то 3-4 атак острых было, и госпитализация, у нее было стентирование, элитотропсия, и у нее было хроническое принятие анальгетики, прошу прощения, консервативное лечение, у нее был крупный камень, и потом у нее была деляция этого протока и формирование, также, что произошло в этой ситуации, то, что осталась часть поджелудочной железы, 7 лет она ожидала, и за это время повреждалась, но за это время все, остаток поджелудочной железы просто разрушался, уже не осталось там поджелудочной железы, что мы сделали, это похожую операцию, то, что вы раньше видели, это у нас получается продольное вскрытие протока, оно открывается как книга, потом можно поставить туда петлю, сделать анастемозис, для того, чтобы обеспечить дренаж, возможно, будет у вас шанс, что каким-то образом оставшаяся поджелудочная железа, но из-за того, что также снижается риск того, что новые камни будут возникать, это очень важно, также мы очень много слышали в предыдущих презентациях, когда у вас есть воспалительная масса, значит, проблемы с головкой поджелудочной железы, это было с 70-х, 80-х годов в Европе, но потом возник этот у нас ученый, профессор Бегер, ему сейчас 80 лет, два недели тому назад, он еще активное участие принимает в нашем Конгрессе, 36 лет он работает, вопрос, оперирует, есть ли проблема с головкой, почему делать резекцию здорового органа полностью, если это не злокачественное заболевание, он просто хочет прекратить этот воспалительный процесс, это там, где горит в поджелудочной железе, это головка, и он говорит, что это поможет, естественно, тот момент не было, он проводил операцию, так как и Виппл делал, он разрезал просто поджелудочную железу, у него было две стороны вскрытия поджелудочной железы протока панкератического, это всегда так делается, когда выпал, а потом он делал реконструкцию очень просто, с помощью петли, это данные уже с 2000 года, начало века этого, да, я уже слышал, что доктор Хасс уже говорил о том, что он боится относительно смертности, в то время можно сказать, что смертность 0,8%, я не знаю, как по ЕРХП будет смертность, но, наверное, не отличается, можно делать эти операции, если результаты просто поразили всех, почти 80% снимала боль, улучшенная эндокринная функция 11%, ну, знаете, это не настолько хорошо, но, потому что мы понимаем, что повреждение органа происходит, но пациенты вели активный образ жизни, это очень важно, что они прошли реабилитацию, они встроились обратно в общество, и повысилось качество жизни, также еще другая процедура, Фрейд процедура, это своего рода, когда у нас, когда делается дренаж, и вскрывается проток продольно, да, очень много существует у нас доказательств, естественно, хирурги у нас хорошая, рандомизированная контрольная исследование, Беггер, Фрай, Випл, в зависимости от того, кто из них лучше, но самое главное, я вам сейчас покажу, Випл против Бергера, посмотрите на эту процедуру, четко вы видите, что процедура Випла, вы видите 30% у Випла, значит, ферментное замещение, поэтому они не прибавляли веса по мере того, как им надо было сделать процедуры, направленные на консервацию двенадцатиперстной, но все равно лучше уже набирали вес здесь, и уже обезболивание было все-таки лучше в первой когорте. Если, например, посмотреть на процедуру, которая, согласно Фрей, выполнялась, почти те же самые результаты, повышалось качество жизни, сохранение органов, и также снижение смертности у пациентов, у которых было больше сохранения органов. Если сравнить те, у которых сохранились органы в рандомизированных контрольных исследованиях, вообще не наблюдалось никаких отличий, поэтому умирали они поздно, качество жизни лучше, и в эндокринной или экзокринной функции не было никаких отличий, поэтому одинаковые процедуры, поэтому в этот момент, а также в конце 95-го года мы знали, что Беггер и Фрей были лучше, нежели операция Випла, но мы знали, что Беггер и Фрей не отличаются между собой, поэтому профессор Беггер и профессор Бюхлер придумали, почему не сочетать эти два триумфатора, да, для которых, поэтому они придумали модификацию Берна, поэтому они не разрезают панкреас, они раскрывают головку, поэтому единственное анестомоз, которое надо сделать, то есть два анестомоза, которые надо сделать, поэтому что происходит, трудность возникает между наставником и тот, который был его учеником, были последующие мероприятия, проспективные, рандомизированные, контрольные исследования, 65 пациентов рандомизировано, согласно Беггер или Берну, Берн технически просто, проще было, если его сравнить с процедурой Беггера, было короче, потому что на один астомозе меньше проводилось, естественно, пациенты быстрее выписывались домой, поэтому после двух лет наблюдений можно было показать, что эти изменения, согласно Берну, они были равносильны, но после наблюдения десятилетнего уже более половины пациентов в обоих группах полностью избавилась от боли и улучшилась в обоих группах, поэтому у ученика получилось так же хорошо, как и у уставника, получается, обе процедуры они равносильны и предоставили хорошие результаты, поэтому новые данные сейчас рассмотрим, новые данные, они сравнивают опять-таки, когда резекция головки двенадцатиперстной и ПППД для хронического панкреатита, и поэтому у нас в недавнем метанализе все равно сохранение органов, оно побеждает улучшение качества жизни, также профессиональная реабилитация, также еще экзокринная недостаточность и длительность госпитализации. Теперь у нас очень хорошее рандомизированное исследование, которое показывает сравнение доденоконсервацию, резекцию, и время операции здесь все-таки показало лучше, но интересно, что они не увидели никаких отличий относительно заболевания, либо, например, постоперативных осложнений, поэтому новые данные показывают, что они каким-то образом сочетаются, равносильны, но что касается процедур, когда сохраняется дуоденум, то это лучше. Недавнее рандомизированное контрольное исследование, вы видите, что качество жизни и общая выживаемость пациентов, когда резекция с сохранением двенадцатиперстной, нежели, но опять-таки интересно в новых исследованиях, по боли не было отличий относительно успеха боли, да, успех там был. Еще было одно исследование, оценка переоперативных длительных результатов, тех, которым сделали резекцию с сохранением дуоденума, общая заболеваемость и очень между Фреем и Беггером была сходна. Поэтому в конце можем мы сказать о том, что лучше процедура Фрея лучше, чем Беггера, но новые данные свидетельствуют, например, когда есть боль, не настолько хорошо, как мы думали раньше, но все равно на стадии дебатов. Но мы естественно знаем то, что когда вы хотите например сохранение органов, сохранение головки, то не важно, например, вы делаете более крупное Фрай или операцию Берн-Бюшлера. В своей презентации я вам четко говорю, что хирургическое вмешательство в хроническом панкреатете это безопасная процедура. Можно не бояться низкая смертность, низкая заболеваемость. Индивидуальный подход к пациенту можно в рамках этой проблемы подобрать инструментарий, который у нас есть в арсенале, хирурга для пациента, потому что у вас пациент, у которого есть, например, например, портальная гипертензия, например, к портальной вене, если вы сделаете Фрей, то вы не поможете пациенту, потому что надо будет эту портальную вену освободить, и вы можете, например, это сделать только вследствие крупной операции, не очень хорошо, это подходит с помощью Берна или процедуры Фрей. И вместе с этим мы все считаем, это демонстрирует то, что мы можем улучшить качество жизни этих пациентов. Поэтому на ранних станиях проведения хирургического вмешательства очень важно для обеспечения исхода в лечении. Необходимо рассмотреть хирургическое вмешательство только когда симптомы однозначные и когда есть потребность в опиатах, то это уже должна быть тревога, сигнал у вас. Когда вы делаете хирургическую операцию с сохранением органов, не важно что вы будете делать, Бергер, Фрей, Берн, то надо будет посмотреть вторичное усложнение панкреатита, интрооперативные результаты и индивидуальный опыт хирурга, потому что хирург должен себя чувствовать уверенным. Поэтому я вам спасибо большое за ваше внимание.